Итак, давайте надеяться, что все будет хорошо. И я еще раз повторю для записи, что мы собираемся поговорить про курс в целом, резюмировать, что в нем происходило, и вычленить какую-то полезную интуицию, какие-то полезные общие идеи, которые с вами останутся даже после того, как вы забудете все конкретные детали рафтов и мультипаксов, которые вы писали. И еще раз скажу, что если у вас есть какие-то свои впечатления, делитесь ими, и мы будем вот в эту сторону двигаться. Напомню, что начинали мы курс с того, что вообще задавались вопросом, а почему мы говорим про распределенные системы? И ответов у нас было, кажется, два. Мы говорили про распределенность, потому что нас волновала отказоустойчивость, потому что отдельные машины могут отказывать, и потому что нас волновала масштабируемость, когда даже в отказоустойчивость, в надежную машину, в группу машин, все данные не помещаются. Ну и давайте и про то, и про другое подробно поговорим, с чему мы начнем, наверное, с отказоустойчивости. Ну вот у нас были протоколы консенсуса, мы начинали с того, что хорошо бы... Мы начинали с такого наивного алгоритма, который реплицировал ячейку памяти, и увидели, что даже что наивный алгоритм, пишем на два из трех, читаем на два, читаем с двух из трех, вот сам по себе он не давал нужной нам гарантии линеризуемости. Про линеризуемость чуть позже. Вот даже в такой модели мы увидели, что... Нет, нельзя позже, конечно. Линеризуемость сейчас... Нет, не хочу про линеризуемость, хочу лишь сказать, что у нас был протокол двухфазный АБД, который позволял нам работать с ячейкой памяти как с отказоустойчивость сущностью на трех машинах, но при этом мы столкнулись с проблемой, что этот протокол не обобщается на большее количество узлов. Ой, на более сложные операции. Мы не смогли сделать операцию CAS. И проблема была в том, что разные реплики получали апдейты все, вот в эту ячейку были версионируемые, разные реплики получали их в разном порядке. И мы выдумали протокол Atomic Broadcast, выдумали идею Atomic Broadcast, выдумали такой примитив, а дальше заметили, что если мы умеем решать задачу консенсуса, если мы можем договориться об общем выборе, то мы можем с помощью консенсуса договориться про порядок доставки сообщений и таким образом линеризуемо реплицировать произвольное состояние, произвольный автомат. И вот можно было бы думать, что задача консенсуса, она про упорядочивание. Вот давайте сегодня так думать не будем и в будущем так думать не будем, потому что смысл, конечно, не в этом. У нас когда-то была статья про GFS, Google File System. И там тоже возникала задача упорядочивать что-то. Вот файловая система там имела довольно странный API, странный по нынешним меркам. Распределенная файловая система умела перезаписывать фрагменты файлов. Как мы уже, надеюсь, понимаем, перезаписывать фрагменты файлов не нужно, нужно уметь делать аппенды, потому что поверх аппендов через write-ahead-log, через LSM мы можем сделать более-менее произвольное состояние. Так что сейчас бы мы такую файловую систему делать не стали. И когда мы говорили про Colossus, я обращал внимание, что в Colossus и в современном GFS операции перезаписи нет, но тогда она была. И для того, чтобы упорядочивать записи в одни и те же фрагменты файлов, в одни и те же чанки, на которые эти файлы дробились, среди реплик каждого чанка выбиралась реплика primary. Но вот эта primary, она брала у мастера Лизу, ну, то есть блокировку временную. Про это отдельная история, почему блокировки называются Лизами в распределенных системах. Брала такую блокировку на время, арендовала ее, чтобы было бы корректнее сказать, и, получая записи от клиентов, выстраивала их в некотором порядке и применяла, рассылала другим репликам. Вот задача упорядочивания прекрасно решается одним узлом. Но в конце концов, кто-то один выстраивает порядок. И в GFS это был один узел. И, конечно же, мы знаем, что такой дизайн не работает. Но это уже немного другая история, скорее, про raft и про multipaxes, про то, что, ну, вроде бы мы долго-долго с вами делали какие-то протоколы, долго-долго выдумывали все эти atomic broadcasts, наивные мультипаксы, потом строили мультипаксы, потом его оптимизировали, и в конце концов получали очень наивный протокол, где лидер получал команду от клиента, рассылал ее на большинство, получал подтверждение, и все, и на этом все заканчивалось. Вот сейчас я вот две эти истории про то, что консенсус, про упорядочивание и про то, что raft очень наивный, я хочу объединить примерно в одну историю и сказать, что, конечно же, и то, и другое не так, потому что упорядочивает, в конце концов, только один узел. Но, конечно же, вот такого наивного дизайна недостаточно. Ну, то есть raft в общем случае выглядит довольно наивно, на быстром пути, вот когда все стабильно. Но raft и мультипаксос, и синглитипаксос, и все вот эти протоколы, и задачи консенсуса, она, в принципе, нужна не для того, чтобы упорядочивать что-то, а для того, чтобы пережить случай, когда вот такой праймари умирает. Вот сложность настоящая в этом. Сложность в том, когда даже не совсем может быть точно. Самая большая сложность не в том, что праймари умирает, а в том, что праймари на самом деле не умирает. Но его лиза отбирается и дается другому узлу. Иначе говоря, у нас в системе появляется несколько лидеров. Так что вот смысл консенсуса, это же, конечно же, не фиксация порядка, это на самом деле конкуренция лидеров. И алгоритм синглитипаксос — это как раз такой изолированный случай конкуренции этих лидеров. И вот дуэль пропоузеров, который там возникает, когда они перебивают друг друга, собственно, реализация FLP-теоремы — это вот как раз конкуренция, которая не может завершиться никогда. Вот суть консенсуса в этом. Да, он может принимать разные формы, но фундаментальная сложность не в том, чтобы отказ пережить, а в том, чтобы пережить конкуренцию, когда на самом деле отказа нет. Ну, а разумеется, мы не можем отличить медленный узел от отказавшего, но, собственно, про это FLP-теорема и была, она так и доказывалась. И поэтому мы вынуждены с этой проблемой бороться. Вот если, скажем, мы говорим про распределенные блокировки, то там проблема же точно такая же. Мы не можем гарантировать, что распределенная блокировка гарантирует нам взаимные исключения. Если мы делаем лог-сервис распределенный, если мы, клиент, можем к нему прийти, а потом мы, клиент, можем отказать, то сервис блокировок должен нашу блокировку изъять, но, опять же, он нас изъял, но не потому, что мы отказали, а потому, что у нас вот случилась пауза из-за сборки мусора. И снова получилась конкуренция. Снова вот мы, клиенты, оба думаем, что мы владеем блокировкой, потому что этот клиент получил подтверждение от сервиса блокировок, а этот клиент все еще думает, что он владеет блокировкой, хотя сервис уже думает иначе. То есть точка, где все понятно есть, но отдельные клиенты запутались. И снова конкуренция. Вот сложность всегда в этом. Сложность в том, что нельзя гарантировать взаимноисключения, нельзя гарантировать в системе... Ну, немного аккуратнее, конечно, можно гарантировать, что одновременно лидера одного нет с помощью часов, но, кажется, мы доказывали с вами на первой лекции еще, что часы синхронизировать нельзя надежно, поэтому полагаться на них в общем случае небезопасно, а просто на основе коммуникации гарантировать, что лидеры не пересекаются во времени уже нельзя. Поэтому мы весь этот курс живем в предположении, что лидеры конкурируют, и они конкурируют внутри Paxos, они конкурируют внутри... Они вот просто by design конкурируют внутри multi-paxos, они могут конкурировать внутри RAFTA, ну, а сервис распределенных блокировок в конце концов используется пользователями для того, чтобы выбирать лидера в своих системах. Ну, я в параллельном курсе рассказывал немного про Kafka, и там вот в Kafka лидер выбирается с помощью... контроллера, вернее, выбирается с помощью ZOO KIPER. В общем, это все неизбежная проблема, и она должна как-то решаться, и мы видели, как она решается в single-creep-axos. Это был довольно странный непонятный протокол, но когда мы начали его разворачивать, оптимизировать и строить поверх него лог, то мы увидели, что все вот странные N, N, P, вот эти вот, обретают некоторый смысл. И мы увидели, что лидер, он всегда связан с некоторой эпохой. Вот в single-creep-axos это было просто N, какой-то ballot number непонятный, но когда мы сделали multi-creep-axos, мы увидели, что этот N — это просто эпоха этого лидера, и даже если лидеры конкурируют, чтобы они конкурировали, чтобы блокировать старых лидеров, нужно привязывать их к эпохам и просто запоминать, какую эпоху старшую мы слышали. Так было и в Raft, так было. И так вот, собственно, и в сервисе блокировок. Вот любой API-сервис и блокировок требуют, чтобы… в любом сервисе блокировок требуется, чтобы этот сервис вместе с блокировкой давал нам еще и некоторый токен, с помощью которого какая-то третья система, которая получает команды от двух наших конкурирующих клиентов, понимала бы, что вот этот клиент новый, а этот клиент уже старый, и блокировку передали другому. То есть принцип один и тот же. Мы связываем эпохи лидеров, и с помощью этих эпох можем блокировать старых. Ну а чтобы все аккуратно не пересекало, ну чтобы все аккуратно исключало друг друга, мы используем еще и кору. С мультипаксусом, вообще с консенсусом, была связана, с репликацией была связана еще одна история, а именно, как мы эти протоколы разрабатывали. Ну вот в курсе был рассказан некоторый неоптимальный, выбран намеренно неоптимальный путь. Мы сначала говорили про синг-декрепаксус, потом про мультипаксус, потом про рафт. В принципе, ничто не мешало бы начать именно с рафта. Ну и, скажем, в MIT так и делают, то есть рассказывают просто про рафт, про мультипаксус перестали. Но мне кажется, что это с точки зрения разработки, может быть, эффективнее было бы только про рафт и сразу про рафт. Но есть два аргумента против такого. Ну, во-первых, авторы рафта утверждают, что алгоритм проще, чем паксус, и про паксус знать, в принципе, не нужно. Я же пытался до вас донести мысль, что он не проще, чем паксус, не проще, чем мультипаксус. Это просто такое логическое продолжение. Вот мы с вами говорим про задачу консенсуса изолированную, потом мы говорим про наивный мультипаксус, где мы просто выстраиваем параллельно эти паксусы отдельные, а потом мы выдумываем некоторые оптимизации, а именно выбор лидера и конвейер. Но просто их выдумываем, понимаем, что их хорошо бы встроить сюда. Примерно понимаем, как их можно было бы встроить, а потом уже говорим про рафт, как про мультипаксус, в котором все это встроено, подогнано и работает корректно. То есть это просто, ну, скорее, еще одна ступень эволюции. В мультипаксусе и в рафте слишком много похожих идей. Опять лидеры, привязанные к эпохам, правила блокировка старых лидеров по этим самым эпохам. Ну, там теорема доказывается более-менее так же. Да и вообще все теоремы в курсе не примерно доказываются про корректности, не доказываются примерно похожим образом, и, видимо, просто алгоритм пакса слишком фундаментарен для вот этой области, и по-другому сделать нельзя. Ну, и еще одна причина, по которой в курсе есть паксус наравне с рафтом, потому что мне кажется, что реализуя мультипаксус, вы увидели, что он, ну, что проще, не проще, можно сравнивать в разных смыслах. Можно оптимизировать метрику, насколько просто его написать, а можно оптимизировать другую метрику, насколько, скажем, алгоритм получается, ну, код получается простой и модульный. Ну, и если вы, скажем, писали по аксус и там писали выборы лидера в нем, ну, что-то более-менее нетривиальное, то вы должны были увидеть, что сам протокол просто хорошо декомпозируется. Вы можете писать логику репликации лога, особо не думая про то, как устроен консенсус внутри слота. Внутри слота это может быть почти что-то черный ящик. В рафте, если вы пишете код, то вы в конце концов остаетесь таким вот классом на 600 строк. И в нем очень плохо отделяются какие-то части, и это, наверное, сложнее отлаживать. Ну, не знаю, тут отлаживать проще сложнее, не уверен, но думать об этом коде, большом монолитном, сложнее. То есть, с одной стороны, в рафте сплавливаются все евристики, но они сплавливаются в такой вот монолит. И это некоторая проблема. И можно было бы подумать, что это так мир устроен, что если вы хотите сделать что-то оптимальное, то нужно делать что-то такое монолитное и сложное. Но вот оказывается, что нет, и это... Я один раз про это рассказывал, в смысле у нас был небольшой семинар про это, я коротко рассказал, что-то пошло не так. Очень обидно. Я рассказывал про эту идею, что в Фейсбуке делали свой сервис координации, свой ZooKeeper, и они как раз заботились о том, как сделать систему максимально модульной. То есть она должна быть эффективной, разумеется, и должна быть модульной. И они все-таки придумали альтернативную декомпозицию, которая позволяла делать консенсус, то есть реплицировать лог так же эффективно, как рафт, но при этом написать код модульно. Абстракции были выдуманы другие. То есть декомпозиция опять не по слотам, а по сегментам лога в другом измерении. Но декомпозиция все же другая. Там выделялось понятие логли, это такой фрагмент лога. И это был компонент, который отвечал за этот логли, за кусочек лога. Он был отказоустойчивый, но не сильно. То есть это, не знаю, там три реплики, среди них есть лидер, но лидер просто репит гвоздями, он не может переехать на другую машину. И вот этот логли был очень простой, там лидер получал команду, писал ее в свой лог, реплицировал на кворум, получал подтверждение. То есть вот такой наивный протокол. Но у наивного протокола, как мы обсудили уже раньше, проблема, он не отказоустойчивый, он не может справиться со сбоем лидера. Но вот этот протокол, этот логлит, этот модуль, он и не решал такую задачу. Он отвечал именно за упорядочивание. Собственно, поэтому я говорю, что консенсус для упорядочивания не нужен. Вот этого компонента требовалось просто уметь запечататься, то есть остановиться и не принимать новые команды. Вот если он это делать умел, то поверх этого логлита можно было сделать вот непосредственно уже распределенный лог, реплицированный. И его можно сделать было с помощью, ну просто вот с помощью как раз мультипаксиса. Вот на этом уровне, то есть на уровне упорядочивания, консенсус не нужен. Консенсус нужен только для того, чтобы склеивать вот эти фрагменты друг с другом. И оказалось, что, в общем, для того, чтобы склеивать вот эти логлиты, склеивать эти сегменты, достаточно, ну сейчас я найду, достаточно написать вот просто обычный неоптимизированный мультипаксис наивный, где в каждом слоте свой независимый двухфазный паксис, вот даже без конвейера. И на этом можно построить эффективный продакшн. Так что, может быть, RAFT это и не самая оптимальная идея. Кроме того, RAFT еще и, ну, RAFT, помимо того, что монолитный, он еще и мешает некоторой оптимизации в паксов встраивать. Ну вот, например, я на одной из лекций рассказывал вам про лог-девайс, ну, в общем, про систему в Фейсбуке, которая реплицирует логи, то есть там не то, чтобы автомат какой-то, какой-то, там просто это лог. Сам лог — это и есть данные. И там была идея такая, что можно использовать более гибкую систему кворумов, но вообще оказывается, что кворумы разных фаз должны пересекаться в паксисе, а кворумы одной фазы могут не пересекаться. Поэтому, скажем, можно реплицировать одну запись в первом слоте лога на один набор аксепторов, другую запись на другой набор аксепторов, ну, потому что так можно увеличить пропускную способность. Ну, и получится вот что-то более эффективное на запись. Но при этом вот в рафте такая авристика же не пройдет, потому что рафт требует, чтобы, когда вы добавляете что-то в лог, что нужно, чтобы… если вы, лидер в рафте, добавляете в лог реплики какие-то записи, то реплика проверяет, что префикс лога сходится у вас и у лидера. Для этого нужно иметь весь префикс, а здесь префикса никакого нет. Здесь разные реплики хранят, разные аксепторы хранят разные наборы данных, и просто мы их там в мерже склеиваем. Короче, можно придумывать разные вристики, и оказывается, что вот в мультипаксисе… в мультипаксисе какой-то фреймворк, у него эти вристики встраиваются, а в рафте все подогнано, и там что-то тюнить становится сложнее. Ну, или скажем, у вас завтра на зачете будет вопрос, можно ли переконфигурации из паксиса применять в рафте? Вот там протокол, когда мы коммитили переконфигурацию просто в лог. Вот в рафте это тоже нельзя делать почему-то, хотя, казалось бы, примерно похожие идеи должны быть. Ну, в общем, рафт, он гораздо менее гибкий, он быстрый, но можно сделать так же быстрый, при этом модульный и более кастомизируемый. Так что… так что мне кажется, что и то, и другое знать полезно. Ну, и в конце концов, много продакшенов на свете написано именно через мультипаксис. Ну, по крайней мере, его использует Google, потому что исторически его использует Amazon, потому что, видимо, он им больше нравится. Ну, а open-source системы чаще всего используют RAFT, потому что есть open-source реализация, мы ее копируем к себе, и мы счастливы. Да. А? О таблице в этом случае, когда мы говорим про мультипаксис, про усиливание продуктной способности, что несколько лидеров есть у нас, у нас очень много клиентов, мы используем таблицы. Подожди, таблица у нас, слово появлялось в контексте масштабирования, про которое мы сейчас еще не говорим, не успели. Это было шардирование. Мы, не знаю, брали Kivali-хранилище, брали таблицы, и делили их по строкам на какие-то части и сказали, что за каждую часть таблицы отвечает свой набор реплик. Ну и вот это был… В BigTable это называлось «таблет». Да, про другое, наверное. Да, про другое. Ну, про что тогда? Я говорил, что в мультипатсисе у нас есть одна маленькая проблема, наверное, с лидером. То, что мы добавляемся к конкурентности, но в то же время у нас огромное количество клиентов прямо к нам. То есть у нас выпускная способность, она… Ну, это про масштабируемость разговора. Мы сейчас про другой уровень говорим. То есть мы говорим про консенсус. Ну, еще раз. Да, и последнее. Я раз уж упомянул про MIT, что они РАФТ перестали учить. Но с другой стороны, у них есть проблема, потому что РАФТ… Хоть в РАФТе и заявляют, что дизайн проще и понятнее, но если вы читали статью и писали код, то вы знаете, что там есть некоторый обман, что вроде бы говорят, что есть выбор лидера независимый, есть репликация независимая, потом они друг от друга начинают зависеть. И в мультипаксисе можно написать отдельный модуль выбора лидера абсолютно произвольным образом, а в РАФТе так сделать нельзя, потому что там нужно выбирать лидера очень аккуратно, с полным логом. В общем, некоторый обман есть, но это не то, чтобы обман. И вообще сравнивать не нужно. Нужно вынести мысль, что мультипаксис, что РАФТ — это оптимизированный мультипаксис, а мультипаксис — это такой, скорее, фреймворк, где есть такой базовый ядеростинг, декрепаксис, и его уже можно по-разному разворачивать, по-разному декомпозировать и добавлять разные наборы юристик. И в контексте вот этого GFS, собственно, с чего я начинал свой пример, с этого GFS, что консенсус, он про конкуренцию лидеров, не про упорядочивание. Ну вот пример из Facebook — это как раз пример, где упорядочивание есть, а консенсуса нет. То есть они на разных уровнях. Сложность в конкуренции лидеров, и поэтому в любом протоколе консенсуса вот где-то ядро связано с тем, чтобы мы привязывали лидеров к эпохам и аккуратно вот эти эпохи обновляли. В общем, два неразрывных понятия. В любом протоколе они будут. Что еще можно про репликацию сказать? Ну, наверное, то, что репликация была… Ну, вот тот подход, который мы к репликации выбрали, вообще логи и упорядочивание всего, он был связан с тем, как мы… чего мы ожидали от распределенной системы. Мы в смысле клиенты. Я говорил вам в самом первом занятии, что клиенты… про клиентов вообще важно думать. Клиенты – это тоже часть системы. Почему клиенты – это часть системы? Ну, потому что они тоже отказывают, как и узлы. И, ну, если вы вспомните, скажем, про, ну, собственно, блокировки распределенные, почему у нас везде не локи, а лизы? Потому что клиенты отказывают, и мы не можем им отдать блокировку во владение. И ровно из-за этого получается конкуренция такая неизбежная, которую мы там героически преодолеваем. Почему клиентах еще важно? Ну, какие еще примеры отказов клиентов? Если вы вспомните лекцию, скажем, про спаннер, про распределенные транзакции, то там же был двухфазный коммит, который должен кто-то координировать. И вот клиент, если умирал в середине двухфазного коммита, то коммит, то протокол блокировался. Или, ну, это такая сложная же, сложная уже интуиция совсем, про это была лекция, это была посвящена лекция про детерминированные транзакции. Там был разговор о том, что двухфазный коммит вообще транзакциям не нужен, он менее фундаментальный, чем Paxos. И от него можно избавиться, если, скажем, сделать транзакции неинтерактивными. Ну, потому что интерактивная транзакция — это транзакция, в которой пользователь может умереть, который ее выполняет. И транзакция может в середине откатиться из-за смерти пользователя. Если мы избавимся от интерактивности, если мы потребуем, чтобы клиент отправил транзакцию целиком в системе, то можно сделать что-то более эффективное. Ну, в общем, про это тоже нужно думать. Нужно думать, потому что у клиентов есть ретраи. И там TCP не помогает, потому что соединение разрывается, и гарантии пропадают внутри TCP соединения. И причем ретраи, это, конечно, могут быть на одну машину, могут быть на разные машины. Поэтому если мы хотим в нашем RSM, в нашем RAF, обеспечить экзаклюванство, то мы должны попросить клиента помочь нам. Пусть он выдумывает идентификаторы. То есть, ну, а там в звуки, в сервисе блокировок клиент еще пинги отправлял. Ну, короче, клиент — полноценный участник, а еще клиент наблюдает поведение нашей системы. И вот это был разговор. Мы заявили его в самом начале курса, он был нам важен. И ровно поэтому мы дальше говорили именно про упорядочивание всего подряд. Потому что клиенты могли работать с нашей системой конкурентно и не хотели, в свою очередь, думать, что эта система распределенная. Вот было бы удобно, если бы клиенты думали про систему, где там тысяча узлов, как просто про один бесконечно большой, бесконечно емкий, бесконечно надежный компьютер. И мы эти ожидания сформулировали в виде модели согласованности, которая называлась линерализуемость. Мы говорили, что клиенты работают с системой конкурентно, отправляют туда записи чтения и ожидают, что эти записи чтения исполнятся как будто бы в некотором глобальном порядке, причем этот порядок будет уважать предшествование операции в реальном времени. То есть если операция, запись завершилась до начала другой записи, то значит в системе вторая запись все-таки останется в конце концов, и первая перетрется. И вот эту гарантию мы обеспечивали как? Ну просто выстраивали внутри системы все команды пользователей в порядке с помощью консенсуса. Ну вот там с помощью мультипаксуса, рафта, вот всех протоколов, которые у нас были. Помните ли вы, почему мы требуем, почему мы вообще ожидаем, мы клиенты, от системы, что она будет учитывать предшествование операции в реальном времени? Потому что это ведь странно, ведь мы не можем наблюдать это время реальное. У нас есть часы, а часы неточны, и синхронизировать их нельзя. А при этом мы от системы требуем. Ну что, по-моему, мы могли делать с отношения к этому поводу. Ну да, то есть мы на самом деле от системы хотим, чтобы она не время уважала, а happens before nasha. То есть если мы сделали запись, сказали об этом, получили подтверждение от системы, сказали другому клиенту, он сделал чтение, то он ожидает, конечно, что он увидит запись, потому что он знает, что запись предшествовала его чтению, потому что ему об этом сказал другой клиент. У нас причинность есть между чтением и записью, между двумя операциями. Но эта причинность, она реализуется не внутри системы, она реализуется снаружи, и система про эту причинность ничего не знает. Поэтому мы на месте системы делаем так. Мы консервативно предполагаем, что если две операции упорядоченного времени, то между ними могло быть happens before, и значит клиент мог чего-то ожидать. Поэтому мы вот пытаемся этой гарантии достичь. Что еще про клиентов? Ну не знаю, про клиентов, наверное, все. Но, впрочем, вот то, что мы внутри системы выстраиваем все в одном порядке, все операции, чтобы реплики у нас не расходились, это же не единственный способ, как можно задачу решать. Задачу репликации, в смысле. Мы про это, правда, не поговорили совсем, но есть альтернативный подход, который состоит в том, что мы просто реплицируем не произвольное состояние, а некоторое специальное состояние, которое более устойчиво к реордингу операций. Но вот если две операции коммутируют, то не нужно их особо упорядочивать, потому что их можно слить в конце концов и получить одно и то же состояние на разных репликах. Вот это называется CRDT. Ну, конечно, там гарантии более слабые, но принцип совершенно другой. То есть мы на уровне структуры данных справляемся с тем, что операции на разных репликах приходят в разном порядке, просто разные поднаборы операций. Нам важно, мы хотим достичь не линейализуемости, мы хотим достичь eventual consistency, то есть чтобы в конце концов, когда все апдейты остановятся, наконец, реплики сошлись к одному и тому же состоянию. Вот если у нас структура данных, например, множество растущая или счетчик, то это можно делать гораздо проще без raft, без multipacks, без consens. Такой используется? Что? Ну, такой подход используется. Ну, он, смотри, он используется, ну, Google Doc это такой подход. То есть это совсем другая задача, тут не то чтобы у нас гигантская система, много клиентов, но смысл примерно такой же. Вот у нас есть консенсус, и консенсус говорит нам, что требует от нас, что в случае партишена наша система должна в одной из половин партишена блокироваться. То есть если мы оказывались в меньшей части партишена, то апдейты останавливаются. А теперь другая задача. У тебя мобильное приложение, у тебя много клиентов, и этот клиент заходит в метро, и при этом у него связи нет с остальными, но при этом он хочет свое состояние менять. Ну, просто локально в Google Doc что-то трогать. Ну, Google Doc это, строго говоря, не CRDT, но пример подходящий — коллаборативное редактирование текста. Так вот, ты остался в изоляции, как бы ты отдельная такая реплика, и при этом ты в себе можешь аккумулировать апдейты, которые другие не видят. Потом ты вернешься в сеть, раздашь эти апдейты, и они как-то смогут с другими локальными апдейтами других пользователей смержиться. То есть здесь скорее позиция такая. Я забыл твой вопрос, прости, я в свою сторону ушел. Ну, конфликты могут возникать, но они как-то разрешаются. Вот если у тебя счетчик, то какие тут конфликты? Там плюс, тут плюс, и вот они слились. Если у тебя, если ты там абзац вставил, а в другой пользователь удалил, то если можно аккуратно это скомбинировать, разумным образом, то это так будет сделано. Если нельзя, то получится, возможно, какая-то ерунда. Ну, собственно, CRDT, и они отличаются тем, то есть люди в этой области пытаются брать более сложные структуры данных и при этом заставлять их вести себя разумно при таких конфликтах. Не то чтобы эти цели всегда совместны, но какие-то усилия предполагаются. Ну вот, значит, это такой вот подход, опять связанный с репликацией. С репликацией у нас был еще один, мне кажется, важный сюжет. Он уже не про алгоритмы, а про дизайн. Если мы хотим сделать что-то отказоустойчивое, ну, что-то маленькое, но отказоустойчивое, мы берем три реплики, кладем на три диска этих реплик копии состояния и реплицируем их с помощью Multipax, Rraft, что вам больше нравится. Ну вот, мы с вами видели, когда мы говорили про BigTable, когда мы говорили про масштабируемость, мы наблюдали другой подход. Сейчас я... А вот у меня есть ссылка. Мы использовали другой подход, а именно, вместо того, чтобы работать поверх трех ненадежных файловых систем с ненадежными... Ну, в смысле, поверх трех файловых систем с ненадежными дисками и реплицировать состояние через Raft, мы могли работать поверх одной файловой системы, зато надежной. И в обоих случаях, что вот в Raft, что в RSM, что в таком дизайне, ну, вот этот был дизайн Tablet и BigTable, то есть кусочек таблицы, который позволял по случайному, по произвольному ключу писать и читать, ну, и реализовывал LSM поверх вот распределенной файловой системы. Ну, в общем, в чем параллель? У нас есть три LevelDB на трех дисках, которые реплицируются с помощью Multipax. или у нас есть один экземпляр этого LSM-дерева, один LevelDB, ну, поверх распределенной файловой системы, отказоустойчивой. Вот немного другой дизайн и чем он отличается? Ну, во-первых, тем, что такому дизайну не нужны три машины, точнее, не нужны три точки обслуживания. Вот у нас в Raft или в Multipax есть три реплики или пять реплик, ну, там какое-то количество, и они там в памяти хранят все состояние, потому что они готовы переключиться на... переключиться, стать лидером. Вот здесь вот в таком дизайне у нас есть слой хранилища, а точка обслуживания, то есть машина, которая хранит MemTable, которая принимает PUT и GET-ы и обслуживает пользователей, собственно, она одна для таблета. если эта машина отказывает, то просто точка обслуживания переезжает на другую физическую машину, но данные не теряет, потому что они в подсистеме хранения лежат. В случае, если машина умирает в Raft, то, ну, она умирает с дисками своим, но, к счастью, в других дисках есть копия состояния. Здесь мы хранение абстрагируем от обслуживания и уделяем в отдельные подсистемы. И это очень разумный дизайн, потому что он позволяет, во-первых, он позволяет смотреть на машины на физические иначе. Вот в наивном подходе у вас отдельные машины, это вот буквально узел системы. Вот узел системы тождественно на некоторой машине. В таком дизайне узел системы это набор ресурсов. Это дисковые емкости и это процессы. И одна и та же машина может быть частью системы хранения и частью системы, которую обслуживает пользователь. Ну, скажем, у вас одна и та же машина может быть частью колоссуса и хранить там чанки файлов, и может быть частью спаннера, который этот колоссус использует для записи в конце концов. И что очень любопытно, в таком дизайне вы упрощаете себе репликацию, потому что если вы реплицируете буквально сложное мутабельное состояние, то вам нужен рафт. Но в таком дизайне, где у вас репликация скрыта внутри GFS, вот здесь у вас SS-тейблы и мутабельные, и у вас здесь таблет-лог, который, но если приложение бачит записи в него, он растет такими большими порциями, большими кусками. И в итоге у вас здесь такие мутабельные чанки добавляются к этому файлу, и здесь вот просто большие статичные файлы из статичных немутабельных чанков. И мутабельные данные реплицировать гораздо проще. Для этого не нужен raft, и для этого можно добиться гораздо более эффективного хранения. В raft мы используем x3 репликацию, то есть три копии. Состояние сложное. Здесь данные мутабельные, поэтому мы можем взять чанк SS-тейбла или даже чанк лога вот этого, побить его на кусочки, на 6 кусочков, посчитать на них для этих шести кусков чек-суммы, с помощью кодов или целомона. И дальше вот 9 фрагментов, 9 блоков рассыпать по кластеру. И теперь мы готовы в такой схеме пережить, во-первых, мы готовы пережить три отказа диска, а раньше были только два готова пережить, а во-вторых, мы вместо тройной репликации используем полуторную. То есть мы сэкономили себе половину дисков. если у нас данные хранятся на миллионах машин, то мы сэкономили себе миллионы дисков. Это очень-очень большие деньги. И вот в таком дизайне есть еще одна интересная особенность. Есть ли у меня готовая ссылка? Да, есть. Вот такой дизайн был использован, когда мы говорили про распределенные транзакции, у нас были детерминированные транзакции, где как раз мы избавлялись с двухфазного коммита. И я рассказывал на примере про детерминированные транзакции на примере системы Яндекс.Дб. И в Яндекс.Дб система выстроена из сущности, которая называется таблет. Ну, это не тот же таблет, что был в BigTable, чтобы мы еще больше не запутались. Но суть такая. Вот система состоит из акторов, которые что-то делают, общаются друг с другом. Есть акторы, которые отвечают за таблицы пользователей, есть служебные системные акторы, но акторы эти отказоустойчивые. Почему? Потому что отказоустойчивый актор в этой системе называется таблеткой. Таблет. Это актор, который хранит свое состояние в подсистеме хранения данных. В отдельном там блок-сторадже он называется. И смотрите, вот здесь физическое воплощение этого актора это некоторая одна машина. Вот он там запускается и работает. Если он отказывает, то обслуживание данных этого актора возрождается на другой машине. Так вот, что здесь еще любопытного можно заметить, что нам не нужно в таком дизайне сейчас я найду нужный слайд. Нам не нужно в таком дизайне очень-очень-очень много паксосов, очень много консенсусов. Вот если вы вспомните про, ну, кто слушал про Кавку, то там был такой дизайн, что вот был один зоукипер, который делал консенсус, и он был на всю Кавку разом. Вот здесь та же самая идея. Для того, чтобы заводить очень-очень много отказоустойчивых акторов, нам не нужно для каждого из них делать независимый консенсус. Нам нужен консенсус только в одном месте, при конкуренции. Вот у нас старый экземпляр актора умирает, машина умирает, мы возрождаем актора на другой машине. Но еще раз, он там возрождается, а старый на самом деле не умер, просто он залип. И в итоге у нас два инстанса одного и того же актора. И два этих инстанса меняют одно и то же состояние. данных с одной стороны отвечает за хранение логов этих акторов, чтобы обеспечить персистентность состояния, а с другой стороны она с помощью операции блок решает проблему конкуренции. Каждый актор возрождается в некотором поколении. И мы можем просто заблокировать все предшествующие поколения. И нам нужен консенсус только на этом уровне, под капотом этой системы. здесь. А сверху у нас уже модель другая, отдельные узлы, которые отказывают, мы их пересеряем на другие машины. Ну, то есть, в конце концов, консенсус нужен и снова для конкуренции, снова не для упорядочивания. Это важный дизайн, сейчас он используется много где, то есть, какие-то системы его не используют, потому что этот дизайн требует большей аккуратности, в смысле, требует большего количества абстракций под систем, но я бы сказал, что он кажется более современен. Ну, и когда вы просто арендуете виртуалку в облаке, то в конце концов вы же тоже не заботитесь о том, что она откажет. Ну, конечно же, она откажет, потому что она на каком-то физическом узле живет. Но диск в вашей виртуалке, он, конечно же, не локальный. Этот диск, это на самом деле некоторая абстракция, и когда вы пишете туда блоки какие-то, то они отправляются, ну, не знаю, в условный колоссус, и там хранятся. Там как раз с RG кодами и, скорее всего, не потеряются. Что еще про репликацию нужно сказать? Ну, мы использовали репликацию для отказоустойчивости, и основной рабочий инструмент у нас при реализации отказоустойчивости был кворумы. Вот мы их придумали на второй лекции еще. Собственно, для этого вторая лекция была нужна про АБД, про регистр. Не потому, что это полезно, а потому, что там возникло упорядочивание, временные метки, и потому, что там возникли кворумы. И поначалу кворумы были очень простые. Это были два узла из трех, ну, или просто большинство узлов. А дальше мы в течение курса эти кворумы усложняли. В какой-то момент мы сделали, мы заметили, что можно использовать разные кворумы для разных фаз в паксосе, и что вот некоторые фазы частые, репликация, вторая фаза, а некоторые фазы редкий выбор лидера. Поэтому мы можем, скажем, организовать реплики в такой прямоугольник и сказать, что у нас там кворум для одной фазы это строчка для другой столбец. То есть можно здесь немного все тюнить, чтобы получить большую скорость. Мы заметили, что вообще-то кворумы могли бы учитывать разные домены отказов. Вот у нас с одной стороны кворум большинства защищает от отказа большинства узлов, меньшинства узлов, но при этом, когда вы строите геораспределенную систему, то у вас больше проблем, потому что вы должны думать не только про отказы узлов, а про отказы дата-центров. И вы строите систему кворумов, которая бы, скажем, учитывала, что у вас могут выходить из строя машины или целиком дата-центры или целиком даже группа регионов могут, вы можете потерять с ними связанность. То есть кворумы здесь усложнялись. Они еще больше усложнились, когда мы перешли византийскую модель. И там появилось два новых типа кворумов. Кворумы, которые назывались маскирующие и которые назывались, ну, где-то у меня здесь статья была, маскирующие кворумы и такое странное название диссименитинг кворумы. Ладно, я потерял. Вот. Маскирующие кворумы, идея их стала в том, что наши кворумы теперь пересекаются не по одному узлу, потому что он может быть нечестным, а по большому количеству, а именно 2F плюс 1. Почему 2F плюс 1? Потому что в пересечении есть точно узлы, которые знают свежую версию чего-нибудь, но непонятно, как их отделить от нечестных, которые просто выдумывают что-то. И мы брали толстое пересечение, потому что в этом пересечении обязательно честных узлов было больше, чем нечестных, F плюс 1 против F, и таким образом мы сначала могли отсечь ответы просто по количеству, потребовать, чтобы одинаково было F плюс 1, а потом уже отсечь по версии. И вторая идея была в том, что системы кворумов пересекались по одному узлу, ой, по F плюс 1 узлу, то есть по крайней мере по одному честному. Это работало, когда данные были подписаны. То есть византийская реплика не могла их подделать, могла только скрыть какие-то. Ну вот ПБФТ это пример. Мы пересекаем кворумы на выбор лидера смены эпохи и репликацию. Какие-то узлы могут соврать, бизантийские узлы могут соврать, что у них транзакций нет, а честный узел обязательно предложит сертификат и докажет новому праймаре, что именно его стоит послушать. А когда мы перешли к permissionless системам, то стало еще сложнее, потому что раньше у нас кворумы измерялись в голосах, там, не знаю, 3 из 5, 4 из 7. Когда мы перешли в permissionless модель, то число реплик больше неизвестно, византийские узлы могут порождать свои византийские копии, поэтому мы кворумы стали измерять не в голосах, не в участниках, а в процессорах, ну или другой популярный способ в деньгах, то есть ресурсах, которые сложно подделать. Ну, можно, не знаю, в дисковой емкости измерять кворумы, то есть такие подходы тоже есть, их много разных. Ну что ж, про репликацию я не знаю, мне кажется, что это все самое важное, что в голову приходит. Да, наверное, на этом уровне можно еще сказать, что мы должны заботиться не просто про... Мы отказоустойчивости добиваемся не только тем, что мы используем эти кворумы, алгоритмы, мы должны подумать еще про отказоустойчивость, но просто на отдельных узлах, потому что если, скажем, ваша реплика записала на диск снапшот, а потом диск этот немножко покараптил этот снапшот, испортил какие-то байтики, а потом вы скопировали эти байтики по сети в другую машину, то, кажется, у вас теперь три неправильные реплики разломанные. Поэтому даже если вы используете репликацию, нужно быть очень аккуратным, что вы локализуете какие-то локальные... Вы не распространяете какие-то локальные сбои. Вот проблема с дисками, проблема с процессором, проблема с проводами. Вот вы о всем этом с памятью во всем этом должны думать. Вы должны рассчитывать, что в памяти переворачиваются биты, вы должны думать, что диск портит данные, вы должны считать, что доверять чексумам TCP, IP и Ethernet всем трем разом нельзя. Если вы им доверяете, то в большом масштабе... Ну, может быть, если у вас три реплики, то, скорее всего, вы, с этим не столкнетесь. Но если у вас сто тысяч узлов, ну, сейчас, сто тысяч RSM-ов, сто тысяч паксусов, там, на десятках, сотнях тысяч узлов, то вот в таком масштабе, в масштабе больших кластеров любые редкие сбои случаются, но более-менее регулярно. Поэтому вы должны и на них внимание тоже обращать. Ну, про это у нас тоже был отдельный семинар. Ну, я не знаю, как с файловой системой аккуратно работать, потому что вот все ваши обещания, которые вы даете в паксусе, в рафте, в любом протоколе, вы должны хранить их вечно, вы не должны забывать их. Для этого вы пишете их на диск и нужно аккуратно заботиться, что вы сделали fsync, что вы сделали fsync на директории, что вы сделали write-ahead-log, который может потранкетиться, потому что аппент неатомарный. Ну, короче, миллион проблем инженерных уже, которые могут влиять. Когда вы пишете однопоточное приложение, то у вас все просто. Если машина сломалась, то значит приложение больше не работает, думать ни о чем не нужно. Вот сейчас мы должны думать буквально о том, что в любой момент между любыми двумя инструкциями машина может перезагрузиться, что-то потерять, и мы должны восстановиться из этого состояния. Это требует большого усердия. Я бы сказал, есть такое мнение, Максим Бабенко его озвучивал в каком-то интервью, что хорошо брать на работу в инфраструктуру перфекционистов, потому что перфекционист понимает, что все может пойти не так и к этому готовиться. Тут не работает подход, но как-нибудь все там пронесет. Нет. Если что-то может случиться, то в большом масштабе оно обязательно случится. Нужно к этому готовиться. Бог снять репликации надоело. Давайте поговорим про дизайн. Это была вторая причина, по которой мы используем распределенность, потому что данные не вмещают все в одну машину. Ну и дальше мы говорим, что не беда, разрежем данные на части и тогда заведем много отдельно. Возьмем много отказоустойчивых акторов, отдельных машин, которые на самом деле RSM, раздадим им кусочки данных и тогда все поместится. Иногда это не работает, потому что непонятно, как порезать на кусочки. Ну вот мы говорили про файловые системы и там был уровень данных, то есть дерево, айноды, и вот дерево как-то плохо режется на кусочки. А даже если хорошо режется, потому что это не дерево, а таблица просто, то даже в таком дизайне у нас возникали проблемы. Вот у нас было занятие, где мы обсуждали, как масштабировать кейвэлю-хранилище, как масштабировать файловую систему. и та и другая задача сводилась к тому, чтобы найти узкое место в дизайне, то есть то место, которое не может горизонтально масштабироваться, то место, в которое мы упираемся. И оба раза это были метаданные. Ну вот пусть мы, у нас есть там, не знаю, сотни тысяч машин, пусть мы разрезали наши данные на... Сейчас. Открою картинку. Пусть у нас есть там тысячи машин, пусть у нас есть огромное количество таблиц. Мы нарезали эти таблицы по ключам на диапазоны, раздали их разным машинам, и теперь эти машины реплицируют эти диапазоны с помощью там мультипаксиса. Этого было мало, потому что, когда к вам приходит клиент, вы должны же его направить в одну из машин, которая является лидером для соответствующего рейнджа. Для этого нужно просто хранить метаданные отображения из диапазонов ключей в набор реплик. Несложно сделать это отказоустойчиво, то есть выбрать группу машин и пусть она хранит. Беда в том, что эта группа машин, ну, в смысле, эта группа реплик, этот RSM, который хранит отображение, может переполниться, если у вас машин слишком много, диапазонов слишком много. Это вот узкое место. В файловой системе это мастер, который хранит чанки, айноды, здесь это мастер, который хранит отображение, ну, опять, карту кластера, где что лежит. Проблемы одинаковые, и вроде бы данных, машины можно добавлять, данных можно хранить больше, а вот метаданные упираются в емкость одного диска. И мы решали эти проблемы довольно занятным способом. Ну, мне кажется, что он занятный. В BigTable, как мы это делали? Мы сказали, что вот это отображение, ну, сам BigTable это киварио-хранилище. И наши метаданные это тоже отображение исключили значения. Ну, почему бы не использовать самих себя для того, чтобы хранить эти данные? И мы сделали таблицу метаданных, где хранится какой для каждого таблета пользователя, для каждого типозона ключей, какими машинами он обслуживается. Но вот беда, чтобы эту таблицу читать, нужно найти таблет, который обслуживает таблет метадаты. Для этого мы сделали еще один уровень иерархии, второй уровень метаданных. То есть в этом таблете было написано для каждого служебного таблета, какие машины его обслуживают, и узнав эти машины, можно было пойти в эту таблицу, прочитать из нее и пойти уже, наконец, обслужить пользователя. Вот. Но опять та же сама проблема. Как же найти узлы, которые обслуживают этот корневой таблет? Идея тут в том, что мы с каждым этим уровнем косвенности мы уменьшали объем метаданных. И в какой-то момент, ну, вот после двух хопов их становится настолько мало, что они просто умещаются в один RSM. Причем этот RSM, этот Chubby, называлась система, можно было использовать для разных систем. Не знаю, для разных инсталляций Bigtable. Или использовать его и для Bigtable, и там для Colossus, который у нас позже в лекции возникал. То есть ZooKeeper — это же система, которая нужна не для какой-то конкретной системы, а ZooKeeper может использоваться разными системами, разными, ну, в смысле, разными инсталляциями одной системы, просто, в принципе, разными системами. Вы там можете Kafka использовать, ClickHouse, они будут использовать один и тот же ZooKeeper. Вот здесь, в конце концов, мы сошлись к такому Chubby, это Chubby 1, и мы снова, ну, и мы здесь снова переиспользуем консенсус. Ну, как я раньше говорил, что мы переиспользуем только на уровне хранения данных, а акторы отдельные, они не используют консенсус. Ну, вот здесь, в общем, та же самая идея. у нас здесь консенсуса меньше, потому что он есть в Chubby, и он есть, простите, ну, где-то вот под капотом этого GFS тоже что-то есть. Если мы хотим уже обратно везде, то есть мы хотим просчитать, с какого-то мы сначала взимчаем, то там что-то, ну, просто непонятно, что мы ищем в, например, в папете. Мы хотим какую-то, да, строчку из какого-то файла. Но у нас есть таблица. Мы хотим в конце концов прочесть из этой таблицы нашей пользовательской какой-то ключ, но мы не знаем, какие машины его обслуживают. Для этого у нас есть метаданные. В этой таблице написано, кто обслуживает твой ключ. Но чтобы обратиться к этой таблице, ты должен знать, кто обслуживает чтение из этой таблицы. Поэтому ты отступаешь еще на шаг назад. Ну, вот к чему я этот пример показываю? К тому, что система может как бы хранить свои собственные метаданные и масштабировать. Если система умеет масштабированно хранить таблицы, то если вы завели свои данные метаданные в виде таблицы, то почему бы ее в себя не поместить? И вот эта идея, ну, то есть ценно, как эти идеи придумывать. Вот этот пример иллюстрирует нам такую общую технику, что в дизайне систем распределенных не то, чтобы есть какие-то, не то, чтобы какие-то новые и альтернативные всему алгоритмы. Вот консенсус, это вот про конкуренции, а систем дизайн, он про какие-то рецепты, которые, на самом деле, уже известны людям. И конкретно в Bigtable мы видим, что принципы, которые уже были придуманы гораздо раньше, чем Bigtable и в контексте просто одной машины, можно переиспользовать в большем масштабе и в распределенных системах. Но просто одни и те же инженерные идеи. Вот в самом деле эта же конструкция, это таблица страниц. У нас есть виртуальная память, в ней есть страницы. Страницы есть с данными пользователя, а есть служебные страницы, которые хранят адреса других страниц. Это, собственно, PageTable. И вот этот PageTable, это вот некоторый бор фиксированной глубины. И вот этот бор фиксированной глубины. И также, если этот бор переполнится, в смысле, слишком много листьев станет, то мы сможем достроить еще один уровень иерархии и все снова станет масштабироваться. Так же, как и в виртуальной памяти. У вас есть поинтеры, там 64 бита, используется только 48, потому что таблица страниц имеет 4 уровня. Если памяти станет слишком много, мы сделаем 5 уровень и будем использовать еще 8 бит. Ну и точно так же, как в процессоре, который ищет таблицу страниц через регистр, у нас есть Chubby в виде такого отдельного регистра. И так же, как в виртуальной памяти, процессор каждый раз по этой таблице страниц не ходит. Если бы он делал вместо одного чтения логического, 4 физических, все бы тормозило, он просто кэширует то, к чему он обращается часто. Поэтому клиент в такой системе также точно кэширует адреса таблетов со своими данными и просто скипает поход по этой иерархии. Если его отображение устарело, ну просто он перечитает это все один раз, обновит свой кэш. То есть идея хорошо известная, мы чувствуем, что здесь та же самая проблема, поэтому переиспользуем ее. Или скажем, вот LSM-дерево, оно же известно, его придумали гораздо раньше, чем Bigtable. А потом просто решили, а почему бы не построить этот LSM не поверх локальной файловой системы, а поверх распределенной файловой системы? Просто там докрутив консенсус, который нужен для того, чтобы там с конкуренцией точек обслуживания справляться. То есть вот такие вот идеи кажется полезно, то есть полезно знать, как устроен компьютер, потому что потом эти идеи можно переиспользовать в гораздо большем масштабе. Но в конце концов Atomic Broadcast это же идея опять из кэшей. То есть у нас есть ядра, там есть своя память, и эти ядра с памятью связаны с помощью шины данных, которые упорядочивают все транзакции, которые выполняются этими кэшами. Ну то есть в большом масштабе все то же самое, что и в маленьком. В принципе ничего нового в смысле дизайна. Ну ладно, иногда все-таки новое придумывают. Вот детерминированные транзакции это такое довольно неожиданное изобретение, которое придумали в 13-м году, и не то, чтобы раньше так умели. Долгое время ничего кроме двухфазного коммита не было. Ну и еще, мне кажется, очень классный пример на дизайн был про колоссус. как бы нам найти эти слайды сейчас. Вот очень жаль, что про колоссус мало что известно, есть только вот эти маленькие короткие слайды, не подробные. Но мне кажется, что я в лекции достаточно детально рассказал, на таком уровне, на котором это возможно, про то, как масштабируется колоссус, потому что с ним возникла дополнительная трудность, а именно в колоссусе нельзя... Да, простите, я перепрыгнул. Мы научились масштабировать keyvalue, потом мы масштабировали файловую систему, переложив данные в keyvalue. А потом мы столкнулись с проблемой, что мы хотим масштабировать файловую систему через keyvalue, но если мы Google, то наша keyvalue строится поверх файловой системы, и у нас получается такой цикл. Но мы этот цикл заменили рекурсией, потому что мы брали большую файловую систему и хранили данные в метаданной этой системы в BigTable, который работал с чуть меньшей файловой системой, которая хранила метаданные в BigTable, который работал с еще более маленькой файловой системой. Ну и, как Google говорят, объем метаданных у них к данным примерно 1 к 10 тысячам, поэтому, сделав нескольких таких итераций, мы сможем уменьшить объем метаданных с, там, петабайтов, с экзабайтов уже, наверное, до, там, килобайт и поместить эти килобайты опять в чаби. И опять это некоторая точка входа. Ну и сделать аккуратно, чтобы запись в файл не приводила к тому, что мы проваливаемся через этот бешеный каскад до самого основания, до чаби. Чаби сошел бы с ума. Если мы все аккуратно сделаем, то вот мы получаем такой будет стрейпинг, и вот снова система, она масштабируется через себя саму, через саму себя, только уже более сложным образом. Ну, как компиляторы устроены, примерно так же. В общем, такие очень неочевидные уроки дизайна. Конечно, конкретные идеи, ну, они привязаны к конкретным системам, а общая идея такая, что, ну, просто переиспользуйте свое знание про устройство компьютера. Вот любая деталь может пригодиться. Совершенно на другом масштабе. Что еще нам может прийти в голову? О чем мы еще могли поговорить? Не то, чтобы что-то, какое-то сложное наблюдение, но мне кажется, что все же полезное. про то, что при переходе к византийской модели мы в свой набор инструментов, достаточно незатейливый, добавили еще одно измерение, а именно криптографию. И вот, ну, мы про это подробно не говорим. Надеюсь, у вас будет курс криптографии где-нибудь, когда-нибудь, вы про это все узнаете. но вот какие инструменты мы использовали? Когда мы перешли к блокчейну, мы использовали цифровые подписи, мы использовали огромное количество способов криптографических хеш-функций, и мы совсем не поговорили про такую технику, с помощью которой мы можем доказывать что-то другим узлам, не раскрывая содержание. Вот это та идея, с помощью которой реализуется анонимность в современных блокчейнах. Очень красивая, очень эстроумная. Вот, переходя от блокчейна, от репликации не византийской к византийской, мы добавляем себе вот все эти проблемы, и кажется, что их очень увлекательно решать, и люди до сих пор, ну, прямо сейчас этим занимаются. Вот не так давно эти доказательства с нулевым разглашением неинтерактивные придумали и стали их применять в криптовалютах, чтобы обеспечить анонимность вместо псевдонимности. Что еще? Ну, если говорить про инженерные вещи, то мне кажется, а, кое-что еще. Наверное, полезно было бы заметить, как мы иногда обходили некоторые физические ограничения в наших системах. А именно, в смысле, физические ограничения на коммуникацию. У нас было два довольно странных примера, в смысле, довольно радикальных. Не то, чтобы вы их будете часто использовать в своей жизни, но интересно на них обратить внимание. Вот у нас в биткоине была задача выбора лидера, а в распределённых системах, там, в базовых данных, в спаннере, была задача упрещения транзакций. И и та, и другая задача решается через коммуникацию. Ну, и более-менее, ну, естественным образом решается через коммуникацию, потому что узлы должны всё-таки о чём-то договориться. И мы вот в двух этих частных случаях смогли выдумать совершенно альтернативные решения, которые коммуникации не требовали. В одном случае это был true time, в другом случае это был proof of work. и вот, ну, удивительно, что так иногда получается сделать. То есть обойти накладные расходы, связанные с тем, что просто узлы системы находятся далеко, и коммуникация дорогая. В случае true time мы использовали асинхронную синхронизацию часов через спутник, через GPS, в случае биткоина мы использовали прожигание процессора и криптографичность функций. Ну, вот любопытно, как такие совершенно альтернативные инструменты помогают решать распределенные задачи довольно типичные. True time это, наверное, повод сказать про еще одну деталь, а именно, что если мы хотим строить отказоустойчивые системы, то еще один такой организующий принцип разумно как можно больше всего виртуализировать. Ну, true time это надежные часы. Мы не думаем, протоки под капотом устроены. это целый сервис и он реализован даже не программно, это вот железный сервис. Ну, то есть это спутники, это вот это GPS, а еще если мы хотим поддерживать достаточно узкое окно неопределенности на отдельных узлах, то мы должны еще и в нашу всю сетевую инфраструктуру тоже встроить этот протокол синхронизации. Вот Google это научился, кажется, делать, но, по крайней мере, они написали статью такую, она про research, все-таки а не про production, но, тем не менее, они пишут, что если аккуратно покладывать вот в коробках с проводами и там настроить протокол на этом уровне, на уровне сетевых, на уровне сетей, то можно добиться синхронизации часов до наносекунд, что в масштабах большого кластера выглядит вообще как безумие просто, наносекунд. мы виртуализируем время, мы, конечно, виртуализируем диски, и если мы в Google находимся, то мы не думаем просто про диски, они не отказывают, потому что диски все виртуальные. Мы виртуализируем, в конце концов, сами машины, но вот актор в Яндекс.Дб это вот такая отказоустойчивая единица. она последовательная, она надежная, она последовательная и при этом надежная. Она может перезапускаться на разных машинах, и мы не думаем про то, что вот под ней откажет диск. Как можно сетеваться на уровне сетевых? Я не знаю. Ну вот ну как, не то чтобы если ты контролируешь время передачи данных, если ты контролируешь все задержки, которые у тебя возникают в буферах, ты можешь как-то это учитывать, если ты контролируешь, что у тебя есть разные маршруты, которые, ну то есть проблема с синхронизацией часов, я напомню, была не в том, что там долго данные бегают, а в том, что они бегают немного по разным путям. Если у тебя есть ассимметрия, то ты не можешь, ну как бы ты измеришь время раундтрипа, но ты не можешь измерить время в одну сторону и в другую сторону. Ну вот, там протокол устроен, ну там целая статья сложная, не буду ее пересказывать, да я сам не понимаю просто, но там инфраструктура, она на уровне коробок с проводами рассчитывает, какие маршруты, какие поддеревья там в сети есть и в общем понимает, что если кто-то отказал, то нужно вот что-то делать по-другому. Ну короче, это сложно и это делать, ну как, не нужно это делать нам, это нужно делать вот примерно в одном месте, поскольку все машины находятся примерно вот там либо в Амазоне, либо в Гугле, в конце концов, никто больше свои не покупает особо, ну по крайней мере, если вы стартап какого-то разумного размера, не слишком большой. Если вы готовы строить свои ДЦ, строить свою инфраструктуру, то это конечно отдельная история, но мир централизован здесь довольно сейчас. Так что некоторые люди умеют и скорее мы, ну важно понимать на каких абстракциях мы можем строить свои алгоритмы. Строить в 21 веке алгоритмы на основе дисков сбойных и там сбойных машин это довольно непрактично. Люди уже научились больше абстракций наворачивать так, чтобы чтобы было проще в конце концов. Ну и лишние абстракции мы видим, они иногда приносят некоторые дополнительные удобства. Ну вот скажем абстракция хранения. Если мы отделим процессоры от дисков, то мы можем сделать диски более, мы можем сделать репликацию более эффективной используя R-ежекоды. Актор, ну актор это в смысле модель акторов, то есть модель, где у тебя есть такие последовательные сущности, которые обмениваются сообщениями асинхронными. Ну вот на слайдах, ну просто Яндекс.дб написан именно в модели акторов, то есть все сущности там являются такими. Ну вот некоторые акторы это просто, ну вот они рождаются, машина умерла, они вот погибают вместе с ней. А есть акторы, которые могут возрождаться на другой машине и бежать с того же места где не остановились. Но это про модель программирования скорее, это не то, чтобы про распределенные системы. То есть они просто какие-то независимые сущности, то есть это не абстракция, чем может быть, это просто как файбер, отдельный... Это не как файбер там ты делал, это не файбер, это актор. Это вот та же область, это конкуренция, это модель конкурентного программирования, как ты организуешь свои конкурентные активности. Вот у каждого актора есть свое собственное состояние, оно не разделяется никогда, оно только к одному актору привязано, и актор общается с общениями с другими акторами. То есть это такой подход к программированию распределенных конкурентных систем, который, ну, не то чтобы оптимальный, но вот у него есть достоинств. Как и у любого другого подхода, есть много достоинств своих. В общем, ты выбираешь какой-то. Ну, раз уж ты про код спросил, давай скажем про код. В случае с нашим курсом мы программируем все не на акторах, мы программируем все на файберах. Ну, и я надеюсь, что вот из тех домашек, которые вы написали, понятно, что можно сделать лучше, но, по крайней мере, скажу свою задумку, и она однажды воплотится в реальность до конца. Мы должны были увидеть, что, во-первых, разумность строить весь код на абстракциях, потому что тогда он декомпозируется лучше. Ну, то есть, если вы работаете через std file system, используете, запускаете треды и все такое, и пишете какой-то гигантский монолит, то у вас есть разные проблемы, потому что все сложно тестировать. Вот, если вы пишете код на абстракциях, то вы можете в смысле тестирования позволить себе гораздо больше. Вы можете детерминированно тестировать конкурентность, вы можете детерминированно тестировать работу с файловой системой, вы можете детерминированно тестировать, там, не знаю, ваш RPC-протокол. А если вы тестируете в детерминированном, то вы можете проверить гораздо больше частных случаев. И если у вас совсем много желания, то вы можете в конце концов построить для всей вашей системы симулятор и детерминированно тестировать уже не просто отдельные компоненты, а просто весь ваш алгоритм, все ваши узлы. Это достаточно удобно, это очень удобно, потому что, ну, представьте, что вы живете в мире, где у вас нет этого симулятора, ну, так почти все и живут, и вы отлаживаете какой-то баг. Ну, сейчас у нас есть один общий лог, это довольно удобно, я прочитал. Вот это то, что происходило раньше в логе, предшествует другим событиям, ну, и все можно вот в одном текстовом файле посмотреть. Если вы работаете в системе распределенной и недетерминированной, разумеется, мир недетерминирован, то какие у вас проблемы? У вас есть два события, они произошли на разных узлах, вы знаете про один порядок этих событий, ну, в смысле, ожидаете, а в логе они там по часам порядочно иначе, потому что часы не синхронизированы. И вот вам нужно сливать много логов, и там таймстемпы разные, и не совсем понятно, как вот одно с другим сопоставлять. Кроме того, вы не можете просто воспроизвести ошибку, потому что если оно случилось там раз, случается раз в день, то, ну, как вы собираетесь ее воспроизводить? Ну, не знаю, терпеливо ждать. Или там систему ломать снаружи, в смысле, там, задерживать сообщение, что-то еще делать. Но это сложно. Кроме того, если вы работаете вот с таким подходом, где вы детерминированно все можете воспроизводить, вы можете еще и... Мысль потерял. Ну, ладно, потом найду. Так бывает. Другая причина, почему... Ну, закруглим эту мысль. Понятно, что детерминизм для тестирования очень приятен. Другая польза от абстракции состоит в том, что вы просто очень аккуратно можете сформулировать гарантии той или иной абстракции. Вот вы работаете, там, с RPC-протоколом, и у него какие-то гарантии. Но вот эти гарантии, они строятся на протокол, на основе гарантии протокола более низкого уровня, где просто шина сообщений. У вас там асинхронная отправка сообщения, получение сообщения без всякой семантики. И вот, имея абстракцию для такого уровня, вы можете вот для нее сформулировать, какие же у вас гарантии, собственно, в сети. Вы ожидаете, что сообщение доставится или не ожидаете? Оно там доставится однажды, единожды, или там может несколько раз доставиться? Что, если соединение порвется? Вообще, есть ли у вас понятие соединения? Вот такой дизайн, он разумен еще и потому, что вы можете подобрать максимально точные и максимально разумные гарантии для вот этих отдельных компонентов, для отдельных границ с внешним миром. То есть мы не думаем про TCP, когда мы пишем код, мы думаем про сетевой транспорт с понятными гарантиями. Мы отправляем сообщения, ну, в смысле, мы в нашем курсе, и либо с другой стороны вызовется handle message, либо с нашей стороны вызовется handle disconnect. Ну, либо то, либо другое, либо, по крайней мере, что-то одно случится. И вот все мы понимаем, чего мы ожидаем от сети. Нам больше не нужно думать про гарантии TCP, которые могут быть очень сложными. Это, короче, так делать разумно, так жить потом проще. Ну, и я надеюсь, что мы увидели еще такую важную деталь, что в распределённых системах важно иметь инструменты для того, чтобы анализировать их поведение. Речь тут не про симулятор, я уже про это сказал, а про то, чтобы, в принципе, понимать, как система себя ведёт, даже если она запущена вот в продакшене и всё недетерминированно. То есть это речь про observability. Observability — это, как правило, три разных измерения. Это логирование, это трейсинг и это метрики. Ну, понятно, зачем нужны метрики для того, чтобы считать, не знаю, сколько у вас переключения контекста, сколько у вас локаций, сколько у вас там запросов в секунду. Зачем нужен логирование, тоже, наверное, понятно. Зачем нужен трейсинг? Для того, чтобы просто связывать разные машины друг с другом. У вас много машин, у вас, как правило, если у вас система сложная, там есть какие-то подсистемы, какие-то микросервисы условно, и вот клиент приходит и начинает блуждать вот по этим машинам, а внутри машин по файберам, и там какую-то ещё работу выполняют, какие-то там конвейеры асинхронные запускаются. Вот хорошо бы понимать, как запрос выполнялся, на каких машинах вообще, и там, не знаю, сколько времени он где проводил. Вот по логам эта задача не решается, потому что лог, он, это вот проекция на одну машину системы, а трейс — это проекция на один запрос. И для трейсинга вам хочется рисовать, ну, давайте сейчас найдём какую-нибудь картинку. Вот какие-то подобные конструкции. Ну, не судите строго, случайная картинка из интернета. Короче, вам хочется рисовать такие вот разноцветные колбаски, которые отвечают за, ну, вот какие-то стадии на каких-то машинах. И хорошо бы вы могли, там, выбрать, там, не знаю, ваш ID запроса пользователя и нарисовать картинку, как же ваш запрос по разным машинам путешествовал. Вот у нас с этим инструменты, ну, у нас с этим было довольно плохо, потому что из инструментов у нас было только трейс-айди и контексты. Вот в реальности есть, помимо трейс-айди, который красит все действия, все события, связанные с одним запросом в один цвет, есть еще, как правило, и scope.id. Ну, то есть вот вы можете... Ну, и есть scoping, и вы можете не просто вот как бы цепочки отслеживать действия, вы можете еще вкладывать одни действия в другие в пределах одной машины, ну, или в пределах, там, не знаю, разных машин. В общем, в смысле, scoping, спаны и трейс-айди. Вот трейс-айди — это вся картинка, а спаны — это вот отдельная горизонтальная колбаска. И вот вам нужно и то, и другое для того, чтобы вот такие картинки в итоге из системы забирать. Вот без этого понимать, как система работает довольно сложно. Ну, у нас был трейсинг такой простой, мы рисовали, в смысле, вот иерархию именно, да? Да, да. То есть там лог по очереди и визуализировал примерно... Ну вот, для этого тоже нужны инструменты, то есть понятно, что по логу можно информацию взять при желании, но просто как бы это другое измерение, на которое ты продюцируешь, другая ось. Это вот ось машина, а вот тут ось запроса. И для этого у тебя есть... Должны быть отдельные инструменты. Ну, и... И венчу, когда они появятся, библиотека с логгингом, с тимбр, который назывался у нас, она как раз про это и должна, в конце концов, быть. То есть там должны быть инструменты для трейсинга. Но в целом, я надеюсь, принцип дизайна нашего кода должен быть понятен. У нас есть отдельная конкуренция, у нас есть отдельная сеть и RPC, у нас есть отдельная персистентность, то есть файловая система, write-a-head-log, логи, там, raft-факсоса. И у нас есть observability отдельно, и у нас есть еще один компонент, это сериализация. Ну вот, мы использовали библиотеку, которая вот под C++ заточена. Мне кажется, что ее нужно закопать, ну, в смысле, не библиотеку, а то, что мы ее используем. Перейти на протобуфа, это будет, с одной стороны, больнее немножко, а с другой стороны, будет менее больно, потому что, ну, как бы, меньше ошибок можно на границе допустить. Ну, то есть, код станет тупее, больше, но проще, надежнее. И вот в этом месте вы могли бы вынести, что сериализация, она устроена. Ну, во-первых, она бывает бинарный текст, для разных целей, для отладки и для, собственно, продакшена. Что мы, наверное, в меньшей степени вынесли, так это то, что есть, во-первых, разные подходы к сериализации. Есть сериализация, где мы данные там переупаковываем для того, чтобы отправить их в провод, а есть данная сериализация zero copy, когда мы представляем данные в машине, в памяти и в проводе одним и тем же образом, и можно делать намного эффективнее. А еще, что сериализация, естественно, связана с фиксированием схемы протокола. Ну, то есть, у нас есть сообщение по int-entries, и оно описывается не в коде, оно описывается, ну, вот в специальном протофайле, где написано, вот какие поля каких типов. А дальше, ну, вот protobuf старается сделать так, чтобы эти схемы можно было аккуратно эволюционировать, ну, то есть, добавлять там и ударять какие-то поля и делать это так, чтобы другие узлы, которые живут со старыми схемами, не поломались еще, потому что атомарно обновить все везде нельзя. Ну, в общем, вот есть такой набор библиотек под задач, то есть, декомпозиция уже не системы, а кода системы. Еще раз перечислю, конкуренция, сеть, конкуренция, сеть, персистентность, сериализация, observability, и вот все это по возможности друг от друга отрезано. Ну, там где-то зависит, но в целом почти перпендикулярно. Ну, и тут уместно вспомнить, что язык Go, который мы не использовали, потому что он фиксирует рантайм, этот рантайм не кастомизируется, но который мы могли бы использовать, если мы пишем распределенную систему, он был задизайнен, в принципе, вот ровно для таких задач. Вот этот язык, он про конкуренция, про трейсинг, потому что там есть все эти контексты, про сериализацию, про RPC и так далее. То есть, вот язык создан именно для того, чтобы программировать вот такой вот код, ну, и по возможности делать это более надежно, чем C++, потому что сборка мусора, потому что больше интеграции в сам язык, ну, и много всего другого. Я не знаю. Я думал, ты скажешь на раз, потому что, когда говорят, перепишешься ли вы, то говорят обычно на раз. Нет, я пока не планирую этого делать, потому что я не вижу большой пользы, кроме того, что тебе будет... Вообще, QAV — это такая штука, которую можно, не знаю, забыть написать. Ты пишешь там mutex log, а перед ним QAV должен стоять. Неприятная ситуация. Ну, короче, я не вижу большой пользы, потому что, ну, в карутинах в C++, к сожалению, есть некоторый недотерминизм, связанный с локациями. Вот. И, ну, непонятно просто, что он здесь даст. Он может дать то, что, там, не знаю, можно библиотеку Unifax использовать, ну, Unified Executors, который пишет сейчас. В Фейсбуке, ну, или кто сейчас пишет, это даже непонятно. Но вот прям прямой такой очевидной пользы от карутин я не вижу. Ну, кроме того, что будут карутины. Ну, да, немножко станет проще, потому что сейчас в рантайме узла есть такой компонент, там, аллокатор стеков, грубо говоря. Там, ресурс-менеджер он называется, ну, или как это называется. Вот, его бы не было. Но это не самая устрая проблема. То есть это не то, что, чего не хватает в первую очередь. Так что, не знаю. Да, я этим займусь после того, как я съезжу в Ломанск. Я, к сожалению, погряз в лекциях сейчас и в зачетах во всем этом. Но вот я недельку проваляюсь на печи, а потом буду дописывать. Ну, это первое, что мне хочется сделать сейчас. Так, ну, еще раз, код будет написан так, что это могут быть разные машины. Если ты хочешь запустить это на одной машине, ну, запусти три виртуалки. В конце концов, Джеффсон так и работает. Ты запускаешь три виртуальные машины, но какая разница, это разные физические машины или разные, ну, в смысле, это виртуальные машины на разных физических или на одной? Ну, ладно, разница, конечно, есть. Вот. Но еще раз, сам код никак от этого зависеть не будет. То есть сам код, который мы писали, не должен от этого зависеть никак. Ну, то есть полагаться на то, что это один поток. Если полагается, то это плохой код. Но если он написан так, что он не полагается, а вот все библиотеки, которые поверх рантайма, не полагаются, то этот код можно запускать как отдельные процессы на одной машине, как отдельные процессы на разных машинах. Ну, вот, следующий шаг, он такой. В принципе, ничто не мешает, ничто не должно мешать напрямую переехать из симулятора в определенный мир. Ну, собственно, в этом и задумка всей этой конструкции с симулятором, с рантаймом и со всем. Потому что код, в котором полностью кастомизируется рантайм, это очень сложный код. Но вот библиотеку с конкарностью можно было во многих местах написать гораздо проще, если бы предполагать, что у нас, что не будет детерминированной симуляции. Что все-таки у нас, в конце концов, будут потоки. Там очень много всего, ну, там почти нет статиков, потому что статики, они, ну, вот, ломают что-то. С другой стороны, код вообще статики — это довольно альтернативная фича си плюс-плюс. Кажется, что можно и без нее жить, и, возможно, даже лучше всем будет. Поэтому тут дело вкуса, мне кажется. Я запутал тебя, наверное. Ответ — да. Не знаю, на что, но... Да. Вот у нас на лекции, когда мы проходили эфир, там мы говорили, что используются различные... ну, по сути, используют этот язык, и мы как бы на лекции вкладываем какие-то скрипты. Вот пробовал ли кто-то делать, условно, с определенной системой на основе блокчейн эфира? Что это значит? Ну, то есть какую задачу ты хочешь решать? Ну, то есть, условно, я так понял, что вот эти скрипты, которые используются в эфире, задумываются, чтобы люди могли исполнить произвольный код за внутренние эволюции. Вот, определенно. И пробовал ли кто-то делать, ну, какую-то, ну, я не знаю, там, условно решать задачу из репликации или еще чего-то такого на основе этой сети? Не, ну, разумеется, полезные вещи в блокчейнах пишут, ну, в смысле, там, он задумал... Ну, просто задачи — это другие блокчейны. Наши системы, которые были в первой половине курса, в первых двух третях, они про пропускную способность, про много данных, про много запросов. Блокчейн, он не про много запросов, но вот биткоин обрабатывает сколько там? 7 транзакций в секунду. Там спаннер... Google, в Google, внутри Google происходит там 10,10 RPC вызовов в секунду. Это немного разный масштаб. Вот 10,10 и 7. Поэтому задачи, разумеется, разные. Ну, и задачи там какие-то, не знаю, аукционы, выборы, что-то подобное. Есть, там, кажется, контракт, ну, я не знаю, давно про него читал, называется «Король эфира», где есть такой трон, можно на него залезть и заблокировать большую сумму денег. Если ты хочешь скинуть, залезть сам, ты должен поставить большую сумму. Вот. И если как бы тебя переплюнул, то деньги тебе вернутся. Ну, или нет. Или, может быть, ты так и останешься самым главным. Ну, то есть, кто в итоге больше поставит? Ну, можно делать бессмысленные вещи, можно делать что-то более полезное. Но это просто совсем другие задачи. И сам instruction set, он криптографический. Он не про то, чтобы данные обрабатывать, а про то, чтобы, ну, в общем, решить подобные задачи. Конечно же, ну, просто сам эфириум — это распределенная система. Что ты имеешь в виду? Ну, то есть, состояние эфириума — это же вот как бы набор таких, ну, не хэш-мэпов, но набор отображений, которые там такие, ну, дерево-бор с склеенной с Мерклу-3. И у эфириума, скорее, цель как бы экономить это состояние и по возможности его не слишком часто обновлять. Ну, в эфириуме, скорее, не то чтобы задачи похожие, задачи не похожие, а проблемы похожие, потому что блокчейнам пока масштабироваться не особо нужно. В смысле, вот есть биткоин, он порождает блок раз в 10 минут, этот блок там размером единицы мегабайт, и мы знаем, что там, не знаю, сейчас этот блокчейн биткоина весит 300 гигабайт, через год он будет весить 400, через два года там 500, ну, потому что просто фиксированная скорость публикации блоков. Дисков, скорее всего, хватит на это, на такой рост. Но вот если мы вдруг научимся делать блокчейны без профорка, которые будут хорошо масштабироваться, станут популярны, то в них транзакций станет больше, блоков станет больше, на диске они перестанут помещаться, и тогда нужно будет шардировать. Но вот эфириум как раз занимается сейчас как бы следующей своей большой итерацией, и там должна быть финализация блоков, и там есть планы про масштабирование, ну, то есть про то, чтобы шардировать блокчейн. Вот в этом смысле задачи похожие решаются, но в смысле блокчейны скорее к ним с некоторым лагом приходят, потому что, ну, сейчас рейд просто слишком низкий для того, чтобы эти проблемы возникали. Но вот это воспроизводится. Ну, про транзакции мы тоже блокчейна говорили, что там какие-то похожие протоколы, ну, не похожие, но опять, не похожие по конкретным механикам, но похожие по структуре, там по фазам, по лагике своей. Хороший вопрос. Я про это ничего не знаю. Поговорим. Ну, можно придумать какие-то наивные способы, то есть, ну, в конце концов, кто тебе мешает? Я просто вот в контексте этого курса думал, что можно было бы сделать. Ну, то есть, можно написать узел, который перехватывает сообщения по сети, знать, что у них какая-то структура, ну, то есть, схема фиксирована, и ты берешь, там, не знаю, сохраняешь старое сообщение, переправляешь их другим узлам, там, ну, делаешь какие-то вещи. А так, чтобы тестировать, в смысле, там, координированная атака злоумышленников. Интересно, просто я просто смотрел, кажется, никто этого особого дела может быть в LibreBest, который поискутил, а там какая-то тестирующая система, как они справляются. Очень-очень сложно. Задимают, короче, охранник. Ну, не то чтобы… Сейчас. Можно чистить стабличи между негутами и не читать стабличные системы. Нет, ну, понятно, что многие такие вещи можно делать. Это просто такая, ну, проблема в таких системах же не в том, что где-то диск пропадет, а в том, что там большая, большая часть сети, значимая часть сети будет вести себя как-то координированно и вот против нас. То есть, это какая-то сложная стратегия должна быть. То есть, она вот таким вот точным fault injection не решается. То есть, что-то можно поймать, разумеется, но, ну, не знаю, статьи пишут, доказывают, что это. Прямо чтобы код тестировать так автоматом, я, честно говоря, не слышал. А вот таких ивристик можно придумать, конечно, миллион. Ну, это скорее просто текущие подходы. Что мне кажется, что если мне в голову ничего не приходит, то самое важное я сказал. То, что придет позже, было не очень важно. Это, наверное, и есть. Ну, что ж, если у нас вопросов не осталось, мыслей, каких-то идей, чего-нибудь, то спасибо вам большое, что были с нами. Приходите еще завтра. Мы проверим, что вы усвоили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!